Добрый день! Сегодня мы вновь встречаемся с Аркадием Марковичем Малером, философом, политологом, публицистом, исследователем, преподавателем истории христианской философии. Он является главой интеллектуального клуба «Катехон», а также сайта и телевизионного канала «Катехон». Здравствуйте, Аркадий Маркович! Здравствуйте! Забыл произнести очень важную вашу должность. Старший преподаватель философского факультета Государственного академического университета гуманитарных наук. Это важно сказать, потому что, чтобы зрители поняли, что вся серьезность разговора, которая предстоит, она связана с тем, что вы очень серьезный исследователь на самом деле. Спасибо. Спасибо, если вы сможете, скажем так, доступным языком объяснить многие вещи, которые вы пишете на научном языке, и не всегда многим это понятно. Тема нашего беседы, о которой мы обсудили заранее, это свобода личности в церкви, православие, личности, христианство. Вот мы понимаем, что церковь – это если двое или трое соберутся вою-мою, то там я буду с вами. То есть церковь – это когда люди собираются вместе, люди, которые преданы Христу. Так вот, вы утверждаете, что есть личность. Личность – как ключевое понятие христианского мировоззрения. А чем отличается личность от просто человека? Дело в том, что каждый человек является личностью. Поэтому нельзя… Тогда зачем вы эти два понятия разделили? …поставлять эти понятия. Дело в том, что, обращая ваше внимание, с понятия личности само, как таковое, вообще появилось именно в христианстве. Античный мир, как и все другие миры, нехристианские, понятия личности не знали. То есть личность была, а слова такого не было, понятия такого не было. Точнее, что было. В Древней Греции было понятие «просопом», которое было переведено на латинский как «персона». Но это вообще изначально была просто маска или передняя часть лица. Это понятие, которое присутствует в театре, в драматургии, оно присутствует в сфере права, персона в римском праве. Но за ним не было никакого философского, тем более богословского содержания. И это было связано с тем, что с точки зрения языческого мира в целом и всех, без исключения античных философий, вообще в основании мира, в основании бытия, как бы мы его ни понимали, лежит некоторое безличное начало. Просто безличное. То есть не кто, а что. И даже когда мы говорим о богах, боги, безусловно, являются персонификациями стихий, состояний, социальных явлений в язычестве. Это именно персонификация. То есть это не кто. Это какая-то стихия безличная, которая выступает в качестве некоего лица. А представить себе, что лицо – это и есть нечто большее, чем сама эта стихия, для греческого мыслителя было совершенно невозможно. И вот появляется христианство, где проповедуется идея троицы, бога как троицы. И возникает вопрос, а собственно как различаются три лица божественной троицы. Для язычника лица – это были маски. И он что мог понять, что есть некое божественное начало безличное, как некое единое благо, как угодно можно называть. Или в Индии, например, Брахман. А у него возникают лица. Просто лица как маски, как некие аватары. Для христианства это вообще не так. Христианство отыждествило понятие лица и понятие, что называется, ипостаси. Для греческого сознания ипостаси – это было всегда проявление некой сущности. А здесь оказалось, что ипостаси, она даже, если не выше сущности, то, по крайней мере, наравне сущности. Что ипостаси и лицо – это одно и то же. И до сих пор для многих наших прихожан это является неким открытием. Потому что многие спрашивают, ну как, подожди, вот, например, ладно, Бог-Отец – это личность. Христос, понятно, что личность, потому что Он человек. Но вот Святой Дух, Он что, тоже личность? И Святой Дух – это личность. И понятие личности, именно как понятие философское, богословское, впервые появилось именно в христианстве. Без христианства оно было бы невозможно. А далее что случилось? Далее эпоха Нового времени, секуляризация. И при том, что эпоха Нового времени, секуляризация способствовала отказу от христианства, от религиозного сознания, по умолчанию сохранились многие христианские представления, и в частности понятие личности, которое присутствует сейчас во всех конституциях, декларациях, да, потому что это некая необсуждаемая ценность. Но возникает вопрос, а откуда ценность берется? Если мы сейчас возьмем, например, наши учебники общества о знании, там будет написано, что личность – это то, что возникает в процессе социализации. Вот рождается ребенок, он социализируется, и однажды он становится личностью. И отсюда задача – стать личностью. Подождите. То есть окружить себя документами. Вот я все время шучу, а с какого момента личность? То есть когда он заканчивает школу, когда он заканчивает институт? И когда у него появилось свидетельство рождения. Вот, да. А до этого, получается, не личность. А поймите, в чем дело? Дело в том, что личность – она как беременность. Она либо есть, либо ее нет. То есть нельзя быть полуличностью, квазиличностью, недоличностью. Нельзя быть чуть-чуть беременными. Либо ты личность, либо ты не личность. Поэтому с точки зрения христианства, Бог – это личность. Каждый человек создан по образу Бога и поэтому является личностью. От зачатия. От зачатия. Другой вопрос, что он создан по образу Божия, но он должен восходить в своей жизни в подобии Божьем. Он должен развивать свою природу. Он должен образовываться, просвещаться. Он должен стремиться к тому, чтобы стать подобным Богу. И вот это, конечно, процесс. И в этом смысле можно говорить о том, что есть личность как данность, и есть личность как задание. То есть все люди без исключения являются личностями, но не все свою личностность реализуют до конца. Многие, извините, умирают в утробе матери. Это понятно. Но они при этом остаются личностями. И вот это важнейшее именно философское открытие христианства. Это то, чего не знали никакие другие религии. Если просто сказать, что такое личность. Личность – это кто, а не что. Да, кто, а не что. Кто, а не что. Вас считаю. Оказывается, это цитата из ваших трудов. Оказывается, личность именно потому ею считается, что является чем-то целостным и ответственным, и что кроме свободы она обладает еще и разумностью. Да, это очень важный момент, потому что действительно… Свобода и разумность. Я вот, моя узкая специальность, я занимаюсь философией персонализма, философией, собственно, личности, которая возникла в христианстве. Бердяев очень любил этот термин, да. Ну, он, кажется, одним из персоналистов. Тут никаких оговорок у меня не будет, да, просто. Да, Бердяев – один из крупных персоналистов XX века. Если говорить о персонализме, о философии личности, как он называл в XX веке, то в ней был очень сильный акцент, и хорошо, что вспомнили Бердяев, здесь он один из первых, на свободе. Вот свобода, как главная сущность человека, сущность личности. Это было связано во многом потому, что философия персонализма развивалась в противоречии с тоталитарными учениями, движениями, режимами – фашистским, нацистским и коммунистическим. Да, 20-40-го века. И это было понятно, это было оправдано. Но с моей точки зрения, это уже моя специфическая позиция, но я считаю, что она правильная, я еще бы ее не исповедовал. Это был сильный перегид, потому что забыли другое неотъемлемое составляющее личности, а именно разум. Свобода без разума – это анархия. Как разум без свободы – это компьютер. Понимаете, да? Да. И вот, к сожалению, в персоналистской мысли 20-го века был очень сильный крен в сторону свободы, в ущерб разумности. А что такое ущерб разумности? Это в ущерб логосному, организованному, ответственному началу. Поэтому все ругали схоластику, что какая плохая схоластика и как прекрасна наша мысль, которая не схоластична, а свободна. Ну, простите, схоластик – это просто практика интеллектуальная церкви. Важнейший памятник схоластики – это самый главный катехизис православной церкви, самый популярный, который существует до сегодняшнего дня. Это источник знания Иоанна Дамаскина. Присево почитать – это просто памятник схоластической мысли, возникшей задолго до всем их известных сумм католической схоластики. И поэтому я считаю, что вот, конечно, большая проблема в понимании личности сегодня – это то, что ее понимают в том, как начало свободы, забывают, что это свобода без разума, она просто бессмысленна. Вот хочу зачитать сразу же цитату из вас же в качестве вопроса. Личность обладает сознанием, а в более усиленной версии – самосознанием. Она осознает и отделяет себя от окружающего мира, и, как следствие, личность обладает ответственностью. Ответственностью – это ответственное существо. Да. Что значит ответственность? Это означает то, что нам Бог дал свободу, но за эту свободу мы должны отвечать. То есть мы, конечно, можем быть безответственными сами по себе, мы можем забыть об нашей ответственности, но мы потому именно и свободны, что мы отвечаем за свою свободу, за каждое свое дело, поступок, слова и даже мысли перед Богом. И вы знаете, что это одна из главных тем вообще христианской мысли – «Свобода и ответственность». У патриарха Кирилла есть целая книга, посвященная этой теме, и он об этом часто говорит. Потому что действительно одна из главных проблем и XX века, и нашего времени, конечно, это то, что свобода понимается как самоценность, вытесняющая все остальные ценности. Но свобода как самоценность – это свобода анархоиндивидуализма, это свобода безответственности. А мы потому именно и свободны, что мы должны отвечать за свою свободу. А свобода воли, вот вы говорите, это уже об этом. Да, свобода воли, конечно. Но здесь надо, единственное, сделать некое такое сложное развлечение. Прошу прощения за эту сложность, но, может быть, кому-то это будет важно, что свобода – это неотъемлемое свойство личности. Личность – она свободное, разумное существо. Причем интересно, что самые разные философы и персоналисты как будто они сговорились. Когда пытались определить понятие личности, писали свободно-разумное или разумно-свободное существо. А воля – это свойство нашей природы. И могу описать на простом примере. Вот я свободный человек, я хочу поднять правую руку. Это мое сознательное желание. Это решение моей свободы, моего разума. А моя рука не поднимается, она у меня отсохла. У меня нет воли ее поднять. То есть я приказываю своему телу поднять свою правую руку, я ее поднимаю, потому что у меня сейчас эта воля есть. А если бы не было, если бы была рука парализована или вообще бы руки не было. Понимаете, да? Это очень важно, потому что это напрямую связано с христологией. Когда мы именно во Христе различаем две природы и две воли. Именно потому две воли, что воля – это атрибут или свойство природы, а не личности, не ипостаси. Это важно для правильного понимания христианства. Поэтому, да, свобода воли у нас есть, но если у нас эта воля, воля может деградировать, воля может вообще атрофироваться. Такое тоже бывает. Вот еще вы относите к свойствам личности, например, способность к общению. Да. Способность к творчеству. Да. Кроме того, еще два качества. Во-первых, это лик, то есть личность имеет… Лик. Лик, то есть внешний вид. И, наконец, имя. Да. Ну, дело в том, что имя и лик – это то, что нам свидетельствует о том, что мы имеем дело с личностью. Ну, здесь такой простой пример. Вот я когда еще ничего не понимал о христианстве, ходил просто в церковь, будучи подростком, я вот, скажу честно, раздражало то, что я все время, на меня кто-то смотрит. Вот с каждой иконы кто-то смотрит. А Бог, он же абсолют. Да, все смотрят прямо на тебя, прямо вдвое душу. Бог – это абсолют, Бог – это бездна. Это вот такая, знаете, абстрактная картинка Малевича. Почему все время кто-то на меня смотрит? А в том-то и дело, что Бог – это личность. И церковь – это собрание личности во имя Бога. И каждая икона – это всегда икона какой-то личности. Всегда. Это может быть одна личность, может быть, целый собор личности, но это именно личности. И мы, глядя на икону, созерцая икону, мы всегда созерцаем именно эту личность. А откуда мы знаем, что это личность? Потому что лик. И второй критерий, второй признак – это имя. Раньше архиереи подписывали иконы, вы знаете, пиша имя, потому что я должен знать, к кому я обращаюсь. Поэтому, конечно, можно представить, например, к какому-нибудь физически, да, оно у него изуродовано. Или у него нет имени. Может быть, такое. Но это свидетельство того, что мы имеем дело с личностью. Поэтому для христианства очень важна тема лика. И не случайно Седьмой Вселенский собор оправдал и сделал, возвел в догмат церковный икону почитания. Хотя, казалось бы, ну что такое икона почитания? Это же не метафизика, это не теология сама по себе. Это просто практика поклонения Богу святым через иконы. А это было возвено в догмат. Именно потому, что на иконах изображаются личности. Это поклонение не безличному. Ну, это одна из причин, конечно. Ну, и поэтому философия элика и философия имени – это философия христианская. Что касается творчества и общения, да, это тоже очень важно, потому что если я личность, я общаюсь с другой личностью. Я себя познаю как личность не в общении со стенкой, да, безличной, а в общении с другой личностью. И обращаю ваше внимание, что общение – это не какое-то свойство, возникшее в результате развития личности. Оно было с самого начала. Почему? Потому что общение – оно предвечное. Это общение трех лиц Божественной Троицы. Три лица Божественной Троицы предвечно находятся в состоянии общения, а также в состоянии сотворчества. И когда мы знаем, что мы сотворены по образу Божия, это означает, что у нас есть эти свойства изначально. Но мы от зачатия способны к общению, от зачатия способны к творчеству. Другой вопрос, что мы эту способность можем не развить. Но это то, что неотъемлемо присуще нашему изначальному состоянию. Конечно, с точки зрения эволюционизма и секуляризма это совсем не так. Мы с точки зрения эволюционизма и секуляризма просто животные, которые в процессе социализации обретают какие-то свойства. Ну да, в христианстве мы же животных не можем назвать личностями, потому что у них нет имени, а есть клички. У них клички. И у них не лики, а у них мордочки. Бывают очень симпатичные. За что нас критикуют представители других религий, которые относятся к животным с большим почтением. Другие религии нас могут критиковать за недостаточное почтение животных, но не за то, что мы не считаем их личностью, потому что личность есть только в христианстве. Оно также по умолчанию возникло потом в иудаизме и в исламе. Ну вот я, например, знаю, что есть некоторые направления иудейского персонализма, очень маргинальные. Это в основном экзистенциализм. Мартин Буйбер, вот такие фигуры. А мир про исламский мне ничего неизвестно, честно говоря. Хотя, по идее, если это аврамическая религия, если она исходит из того, что Бог – это кто, и Он сотворил мир из ничего по своей свободной воле, то это уже персоналистская позиция. То есть аврамические религии, они по определению персоналистские. А что касается неаврамических религий, то они и не знают понятия личности. У меня по этому поводу был спор очень интересный, кстати, на передаче телевизионной одной, с нашим ведущим ученым-японистом, который, послушав мои рассуждения про личность в христианстве, заявил, что подождите, как вы так говорите, ведь в Японии были величайшие художники, писатели, какие-то прекрасные миниатюры, например. И что же, вы отрицаете, что они личности? Нет, конечно, все люди – личности. И японские великие писатели и художники… То есть все люди – априори христиане? Они личности, нет, они не христиане. Все люди созданы по образу Божию, но это не значит, что они приняли христианство. Все личности, но не все приняли Христа. И японские великие художники и писатели – это именно личности, но они не знали, что они личности. У них не было этого слова. И это огромная проблема при переводе христианского мировоззрения на другие понятия и на языки, прежде всего, конечно, дальневосточные. Вот в японском, китайском языке нету слова, обозначающего личность. Они это заменяют словом «человек». И это большая проблема, потому что тогда мы не можем до конца объяснить, какова сущность нашей веры, во что мы верим. Это проблема, потому что, еще раз повторяю, понятие личности возникло исключительно в христианстве. Оно возникло в христианстве, но получается, что человек, которого крестили в младенчестве, не выбирал христианство, но стал христианином, правильно? Он стал христианином по вере родителей и крестных родителей. А человек-японец, которого не крестили в детстве, он не стал личностью? Почему он личностью является? Тогда... Мы все личности от зачатия. Есть некоторые противоречия. Есть некоторые противоречия. Почему противоречия? Все люди... Подождите. Мы же согласны с тем, как христиане, что все люди созданы по образу Божию. Конечно. Следовательно, все люди являются личностью, поскольку Бог – это личность. А приняли они при этом христианство – это уже другой вопрос. Но вы же говорите, что только в христианстве может быть личность. Нет, в христианстве возникло это понятие. Понятие личности возникло в христианстве. Все, вопрос снят. По поводу способности к творчеству. У Пастернака есть знаменитая фраза «творчество и притворство». Творение, тварь, творчество и притворство. Способность к творчеству. Что это такое? Способность к творчеству – это способность создавать совершенно новые вещи, Совершенно новые явления, как виртуальные, так и материальные. То есть, совсем новые, вообще ни на чем не основанные? Конечно, абсолютно новые. Создать может только Бог, только Бог может из ничего создать мир. Просто потому, что ничего, кроме Бога, не было, когда он его создавал. Но человек всегда создает уже из подручного материала, из того, что есть. Но человек, создавая из того, что есть, создает новые формы, новое содержание, новые смыслы. И этим творчество отличается от просто механического воспроизведения каких-то форм, как это, например, мы видим в калейдоскопе или в компьютерной какой-то графике, которая сама по себе развивается без человека. Это важнейшая наша способность, и она, конечно, понимается в христианстве очень широко. Это не обязательно художник, пишущий картину, или поэт, пишущий стихи. И это сама наша способность создавать новое. Вот, например, Адаму было дано задание в раю дать имена животным по их сути. Это было творческое задание, потому что Адам мог дать какое-то другое имя. То есть он мог сам решать, какое имя давать животным. Также возделывать райский сад – это тоже творческое задание. Как бы мы это ни понимали, даже если очень примитивно, как просто возделывание земли, возделывание каких-то культур. Поэтому это то, на что способен только человек. Животное на это не способно. Животное просто механически воспроизводит определенные алгоритмы, которые биологически заложены в нем. Человек – это не животное в том смысле, что это образ Божий, и он способен на создание совершенно нового. Но из этого не следует, что любое творчество оправдано. Можно создать то, что лучше бы никогда не создавалось. Вы знаете, принадлежность к культуре часто выражает такую формулу. Сейчас в Министерстве культуры мы спорили на эту тему довольно долго. Есть понятие традиции, есть инновация, а есть и инновация. Вот традиция в этой сфере создается что-то новое, но в рамках традиционного или наследия прошлого. Инновация – это тоже цепляется за традицию, потому что это не сверхновое, а что-то, созданное на основе того, что было выработано человечеством, а инновация – это вообще совершенно новое. То есть не на основании ни о чем. Абсолютно новое открытие. И что вот сейчас в России, в частности, нужно строить инновационные центры, и нужно создавать, так сказать, вот это творчество, двигаться в этом направлении. Это вот как это? Дело в том, что я уже сказал, что человек не может создать что-то из ничего, он создает что-то из уже существующего. То есть вы сказали, что творчество – это создание абсолютно нового. Но я говорил, что, конечно, абсолютно новое именно Бог создает. Человек создает относительно новое в этом смысле. Потому что только Бог может из ничего создать. То есть человек абсолютно новое, в принципе, создавать не может. Абсолютно нет. Потому что что значит абсолютно? Вот те критерии абсолютности. Режиссер, ставящий спектакль, он ставит его с помощью тех людей, которые уже существуют, тех образов, которые уже существуют, и так далее. Дело в том, что, конечно, это все несколько виртуальные разговоры, потому что, как бы мы ни пытались создать что-то абсолютно новое, мы это все создаем на основе уже существующих традиций, представлений, парадигм культурных, заложниками которых мы являемся. Это совершенно естественно. И поэтому вот эта вот гонка, создать что-то совершенно новое, принципиально новое, небывалое, но это во многом от гордыни, от страсти, и часто имеет просто какую-то даже, может быть, экономическую подоплеку, чтобы потом отчитаться, что вот мы какую-то инновацию произвели. Но поэтому это большая проблема. Да, мы призваны к творчеству, но из этого не следует, что каждое наше творчество будет оправданным. Вот Бердяев очень много в этих рассуждал о творчестве, он прямо после как раз темы свободы, вторая тема – это творчество. Не случайно он был персоналистом в этом смысле. Но вот у него творчество, оно какое-то самооправданное получается, потому что, ну, знаете, есть, может быть, такие произведения художественные, которых лучше бы и не было, да? Сейчас не буду их называть, но они есть, которые оправдывают зло, оправдывают богоборчество. Поэтому это наши способности, но мы должны за эти способности отвечать. Вот хочу в завершении нашей беседы задать вам вопрос, с которым мы, собственно, начали. Еще раз в двух словах, что такое свобода, а самое главное даже не это. Почему человек свободен именно в церкви? Человек свободен в церкви, потому что в церкви он свободен с Богом. Потому что наша свобода без Бога – это просто свобода от каких-то ограничений, которых может быть довольно много в нашей жизни. И когда мы свободу возбудим в самоценность, мы становимся анархоиндивидуалистами, людьми, опасными для общества и для самих себя. Таких сейчас очень много. Сейчас это одна из вообще самых модных позиций в мире. Но это опасная позиция. И неправильная сущностная. Она противоречит человеческой природе и задачам его существования. А в церкви мы свободны с Богом, и поэтому мы понимаем, для чего нам нужно реализовать нашу свободу, для чего она нам дана. Это свобода, которая не противоречит разуму, которая не противоречит логостному началу в человеке. Это свобода, которая становится оправданной. И это касается не только свободы, это касается всего и нашего разума. Мы именно в церкви по-настоящему разумны, по-настоящему свободны и по-настоящему можем реализовать все свои потенции, все свои способности, которые дал нам Бог. В том смысле по-настоящему, что все это угодно Богу, все это отвечает нашей задачей антропологической, той задачей, которую перед нами поставил Бог, как в раю, так и в грехопаршем мире. В то время как за пределами церкви это все в основном пространство безответственной анархии. Это очень важно. Но, собственно, мы сейчас все с вами жертвы этой анархии. Все проблемы, которые обсуждали, связаны с социальной жизнью, они все отсюда. Но вы оптимист или пессимист? Ну, как христианин я знаю, что все кончится торжеством антихриста и страшными событиями, происходящими на земле, но потом будет страшный суд. И в этом смысле христианство одновременно и пессимистично, и оптимистично. Я считаю, что христианская позиция в отношении истории мира это синусоида. Понимаете? Это неоднозначная деградация и, конечно же, неоднозначный прогресс. Все бывает по-разному. С многих точек зрения мы сейчас живем в одной из самых лучших вообще эпох. У нас абсолютно... В сравнении с тем, что было раньше. Творческая свобода, свобода информации, свобода передвижения. И мы должны это ценить. И в частности, свобода церкви, что крайне важно. Почему, например, я считаю, что в 90-е годы было много ужасного. Я тогда сам был в радикальной оппозиции. Но это была эпоха, когда церковь получила свободу. И это перевешивает многие недостатки этой эпохи. Поэтому я вообще не мысляю в категориях пессимиста-оптимиста. Я надеюсь просто, что мое видение будущего, оно отвечает христианскому откровению. Я бы так сказал. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был Аркадий Маркович Малер. Философ, политолог, публицист, исследователь и преподаватель истории христианской философии, глава интеллектуального клуба, сайта и телеканала «Катехон». Он же старший преподаватель философского факультета Государственного академического университета гуманитарных наук. Надеюсь, что мы встретимся и в будущем, и поговорим еще на разные интересные и важные темы. Спасибо большое. Какими вы умными или заумными они ни были. Спасибо. Спасибо вам. Всего самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»